Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята, вы знаете. Я поймала себя на мысли, что у нас началась такая погода, метель, будто, блин, на перевале Дятлова, как у Димы Масленького. Если тоже считаешь, что у меня такая же обстановка, как у него, поставь лайк, ребята. Мы заказали на сайте Darknet проклятую куклу Барби. Это нереально вообще. Жесть, когда я выбирала, они были все страшные. Ребята, но эта кукла Барби была самая страшная. И сейчас посылка уже доставлена. И вы знаете, когда курьер сайта Darknet прислал мне смс-ку с координатами, он сказал, что эта кукла в гробу. Я говорю, чего? Как нафиг, блин, в гробу? В каком гробу? Реально, короче, если вообще искать в нашей местности здесь в такую непогоду, можно вообще заблудиться. Короче, нам нужно где-то искать, я так понимаю, какую-то могилу. Лаки, не прыгай. Со мной снимается, кстати, моя собака Лаки. Ставьте лайки, лайки. Она вас очень любит. Она всегда со мной, она мне помогает. Я тоже ее очень люблю. Моя девочка, моя красавица. Посмотрите, какая она классная. Ну, неужели мне она не достойна, чтобы мы поставили тысячу лайков? Давай, молодец. Ищи. Ищи могилу. Лаки будет помогать нам искать эту могилу. Ищи. Ищи. Итак, ребята, мы идем за собакой, потому что она должна найти, где эта посылка, ребята. У нас, у меня есть предположение, здесь есть кое-что, типа ямы. Она похожа на могилу. Я не знаю, может быть, там тоже гроб. Ищи, ищи, Лаки, ищи. Ищи. Короче, я не знаю. Мне кажется, что что-то еще положит в эту куклу. Проклят она действительно ли? Может быть, она живая, может быть, она заговоренная, или как кукла Вуду. Я не знаю. Ищи, Лаки, ищи. Ищи, ищи, Лаки. Ищи. Ищи. Ищи куклу. Кукла проклятая, кукла Барби. С сайта Даркнет, ребята. Одержимая кукла. Походу, она нашла, смотри. Нашла, нашла. Нашла, умница. О, девочка. Она нашла, видел. Отлично. Ехай, нифига себе. Написано, видишь, что? Крисмас-презент. Блин. Лаки. Лаки. Хорошо. Молодец, умница. Ой, ты видел? Черт. Что происходит? Черт. Там что, она живая? Я не знаю. Она, походу, там живая. Ты видел, коробка повернулась? Да. Там живая кукла, блин. И как будто это, это, это Бэт Санта. Это, короче, проклятый Дед Мороз. Это, это рождественский проклятый подарок с куклой Барби. Черт, офигеть. Офигеть. Просто, Дим, достань. Дим, ладно, нельзя. Тихо, осторожно. Тихо знает, что там положили. Офигеть, ребят, смотрите. Крисмас-презент. И у Бэт Санты черные глаза как будто смотрят. Блин, я не знаю. Но коробочка реально тяжелая. Давайте прямо сейчас отправимся и откроем, посмотрим, что там за... Я приблизительно знаю, как выглядит эта проклятая кукла Барби. Так, мы там не пройдем. Пошли сюда. Пошли. Черт, мне так интересно, ребята, что это будет кукла живая или нет. Вообще, вы верите ли вы в удержимость и заговоренных кукол? Ну, вообще, я, если честно, очень сильно верю, потому что у меня целый дом мистики с этими проклятыми куклами. Скорее всего, если ты новый подписчик, напиши об этом в комментариях, чтобы я с тобой поздоровалась, потому что я должна проявить вежливость к людям, которые только что присоединились к королеве мистики. И мы с вами разбираем самые потусторонние, самые паранормальные явления, которые только могут существовать вообще. Здесь реально как на перевале Дятлова. Это просто жесть. Просто жесть, ребята. Такая погода. Сейчас уже надо думать о себе, а не о Дятловых и не о Масленьких. Как в таких условиях существуют миллионы людей. Они живут как мантии. Ну, типа, как наш дом мистики. Кстати говоря, если его утеплить и внутри разводить костер, мы будем похожи на этих деревенских людей, которые живут в горах, в снегу. Жесть нереальная. Короче, ребята, вот снова и подписчики. Смотрите, это наш обалденный дом из дерева. Мистический дом из дерева, где просто столько проклятых кукол, столько проклятия, столько всего паранормального и потустороннего, что вы вообще нигде не увидите скопление такой мистической энергии. Только на канале Королевы Мистики Ирины Ясинской. Так, давайте заходим. В общем, смотрите по поводу кукол. Давайте следим. Короче, смотрите, у меня есть коллекция проклятых кукол. На каждую из этих кукол был проведен обряд освобождения этих кукол от проклятия, наложенного на них их хозяевами. То есть, если человек умирает и не хочет или от болезней, или от страдания, он долго мучится, и его душа вселяется в любимую куклу. Так, вообще, это проклятие. Это, ну, грубо говоря, там и не... Блин, клоун отвалился. Короче, ребята, это полная жесть. Ба! Смотри, жесть как их ногами. Короче, ребята, я не знаю, но получается так, что наш дом стоит здесь, и любой человек может сюда попасть и заговорить обратно эти куклы. Ну, даже, может быть, и не человек, а кто-то другой. Короче, ладно, давайте перейдем к нашей посылке. Лаки уже не терпится ее распаковать. Лаки, давай распаковывать наш Christmas present от Ben Santa. Давай распаковывать, распаковывать. Хорошо, давай открывать, Лаки. Подвинься, Манелька. Я не могу открывать, потому что ты здесь. Пожалуйста, все, нельзя. Так, ребята. Короче, открываем. Хорошо. Так, сейчас. Блин, типа ножичек какой-то. Отлично. Christmas present. Об этом вообще не было уговора. Ребят, по секрету вам скажу. Эта кукла Барби стоит не так дорого. Она стоит всего лишь 300 баксов. 300 долларов, это где-то около, ну, 20 тысяч рублей. Где-то вот плюс-минус. Короче, ну, для Даркнетовских вот этих штучек это не очень дорого. Жизнь! Офигеть, какая она страшная. Черт, черт, черт. Лаки, нельзя, уйди. Пошли, выйдем. Пошли, выйдем, я покажу. Офигеть, просто. Это проклятая кукла Барби. Посмотрите, у этой куклы, черт, нет руки. Посмотри, она похожа чем-то на Эльзу, да, ребят? Кто тоже думает, что эта кукла похожа на Эльзу, поставьте лайк. Посмотри, у нее на голове кожа синяя, как будто она мертвая. Она такая грязная. Блин, я не знаю, можно ее раздевать вообще на... У нее нет руки, смотри. То есть она без руки, и у нее платье все такое замызганное. Лаки, понюхай. Лаки, понюхай. Ничего, вроде нормально. Ребята, нереально. Но помимо этой куклы, там внутри еще кое-что есть. Я не поняла, что входит. Это рождественский подарок. Посмотрите, здесь хлопушки. Слушай, может быть, там что-то нереальное спрятано. Внутри какая-то мистическая хрень. И еще какой-то скелет. Смотрите. Слушайте, а как может быть этот скелет из... Черт. Тут написано что-то. Тут написано... Это, наверное, С. Смерть. Смерть. Это, короче, смерть. Так, погоди. Блин, слушай. Какой прикол. Короче говоря, как можно сопоставить это вещи? Значит, хлопушка, проклятая кукла и сама смерть. Я не знаю. Короче говоря, нам придется, наверное, вскрыть эту хлопушку и посмотреть, что будет. Я положу пока их вот здесь вот. Лаки не трогай. Так, и попробуем, короче, открыть хлопушку. Так, вот так вот надо поворачивать. Вот это надо снимать или не надо? Просто поворачивать. Короче, ребята, на счет раз, два, три. Блин, а она откуда вылетит? Отсюда или отсюда? Раз, два, три. Ну, я не могу. Слушай, вот это, наверное, надо снимать. Конечно. Погоди, да нет. Я думаю, что это не надо снимать. Откуда она вылетела? Черт, не написано ничего. Так, крепко возьмите хлопушку одной рукой за нижнюю часть, а другой рукой за верхнюю часть. Направьте хлопушку вверх. Посмотрите внимательно направление стрелок. Крепко держим хлопушку. Поверните ее части по направлению указанной хлопушки. Я не могу ее повернуть. Есть! Черт, там что-нибудь выпало? Да, бумажка. Пошли, там должна быть записка какая-то. Черт. Все, она улетела. Блин, мы просрали, блин. Там что-то было. Черт. Черт. Подожди, вот. Погоди, тут еще что-то внутри. Жесть. Может, здесь что-то осталось? Черт. Ничего нет. Ладно, вернемся к кукле. Это обычные конфетти. Слушай, они какие-то странные конфетти. Смотри, какие-то разрезанные, как пальцы какие-то. Черт. Блин, мы что-то потеряли. Надо было быть внимательнее. Там полюбас какая-то записка. Черт! Где кукла? Она была здесь. Дим! Черт, возьми, ребят. Кукла пропала. Я ее оставила здесь. Она была здесь. Где крупы? Блин, где проклятая кукла Барби? Блин, что, она реально живая она? Она чего, ушла? Черт, вон она. Дим, Дим. Черт. Она на доме. Жесть. Кто ее туда положил? Как она сюда попала? Или она сама туда забралась? Жесть. Черт. Черт, 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 черт. Эй, ты живая? Как ты туда попала? Черт. Черт, я воню. Ирина, Ирина. Брось куклу, сбрось куклу. Ирина, Ирина. Жесть. Жесть. Ирина, она тебя упустила. Нельзя, Ласе, нельзя. Она тебя упустила. Все, нельзя, Лаке. Черт, черт, укусила. Мне и так больно. Нельзя. Черт. Брось куклу. Черт. Ирина, Ирина, покажи. Черт. Ирина, покажи, что произошло. Черт, она тебя упустила. Она прямо в руку схватилась, посмотри. Блин, все забрызгано. Все в крови. Черт, смотри, я ей оторвала ногу, походу. Походу, все, короче. Я не знаю. Мне кажется, все прямо в руку вцепилась. Нет. Я успела подставить руку. А она вцепилась в руку. Черт. Уйди, Лаки. Уйди. Черт. Короче, ну ее нафиг. Давай. Я ей оторвала голову. Все. Все. Нужно ее разобрать. Тогда она не будет жива. Все. Я все. Все. Черт. Все. Ребят. Жесть. Эта кукла оказалась живая. Она не просто проклятая. Она еще на меня напала. Это нереально было круто. Я думаю, что пора заканчивать это эпичное, самое мистическое, мистическое видео от королевы мистики. Ребят, я всех вас очень люблю. До новых встреч в новых видосах. Пока. Пока.